И Резван сразу сказал, я готов ему контракт предложить. Ничего себе. А можно тебя вообще разозлить как-то? Да вообще можно, наверное. Лучше не надо. С Казахстана писали, там, Казахстан с тобой, там, разные ребята. К сожалению, Тагир Уанбеков, типа, потому что вы два моих бойца, вот. Но при этом он сказал, что у нас 17 человек в дивизионе. Поэтому, ну, как бы, тут уже выбирать не из кого. То есть, приехал домой, плечо висит, жена в шоке. Что по весу? Да, по весу все отлично. Это секрет? Ну, как бы, не то, что секрет, но не хотелось бы рассказывать. Говорят, есть всякие разные схемы, но о них мы не будем в фотографии. Да, мы не будем, правильно, говори. И перед началом интервью у нас самая лучшая реклама, которую вы когда-либо видели в своей жизни. Инстаграм Вестника ММА – это самая крутая страница, на которую обязан подписаться любой болельщик ММА во всем мире. Горячие инсайды, уникальные новости, розыгрыши призов, прямые трансляции со звездами ММА и ответы на все ваши вопросы. Если вы еще не подписаны, тогда бегом исправляться. Сегодня в гостях у Вестника ММА, чемпион М1 и ныне боец UFC Александр Доскольчук. Александр, приветствую. Привет. Александр, начнем с классического вопроса. Уже у нас в последнее время ты сейчас находишься в Украине, я так понимаю, в Киеве. Расскажи, как карантин у вас дошел, что происходит, потому что мы слышали про Россию, про какие-то страны СНГ. Ну, с Украины нам ничего еще не рассказывали. Да, ну, был карантин, я как бы старался больше тренироваться индивидуально с тренером. Вот, в зал не приходил, но я знаю, ребята приходили, там боролись, как бы звали меня. Ну, как бы непонятно было с этим вирусом все вот эти угрозы, как бы не хотелось заболеть и еще там подбирать еще кого-то таким угрозам. И старался тренироваться так, чтобы пересекаться поменьше с большим количеством людей. Вот, но я тренировался, как бы, во время карантина постоянно. То есть, я тут живу на таком месте, где у меня есть где повесить мешок, там, вот, я мешок вешал, работал по мешку, вот, ну, и индивидуально с тренером занимался. А сейчас в Украине уже откатывается карантин? У вас разморозка какая-то пошла по ситуации или нет еще? У нас, да, пошло послабление карантина, но я слышу, что, типа, цифры начали расти после послабления. Ну, на самом деле, не знаю, вот, сколько у меня есть знакомых, все они тренировались и во время карантина, и, как бы, ну, ни одного случая, как бы, нету, что кто-то заболел, слава богу. Окей. Теперь давай перейдем к бойцовским вопросам. У тебя был анонс боя буквально два дня назад, и вообще подписание в UFC еще одного чемпиона М1. Давай начнем с подписания. Расскажи вообще, как ты воспринял эту новость, как о ней узнал, и интересно, кто тебя как менеджер ведет, или это именно контракт через М1? Нет, это не получилось через М1, ну, все получилось очень спонтанно. Давай начнем сначала. Я просто решил посоветоваться насчет своей карьеры, вот так вот. И сделал я это через брата, есть такой боец у нас, я хорошо с ним дружу, Людвиг Шелынян, вот. Он через своего брата, как бы, обратился к Домину, ну, к Резвану, да, они там общаются, и Резван сразу сказал, я готов ему контракт предложить. О, ничего себе. Да, он взял мой номер, как бы, позвонил, мы пообщались, и, как бы, вот так вот случилось, что мы подписали контракт, начали работать. Вардан какой-то процент возьмет? Не знаю, не знаю. Здорово. Что по поводу анонса, получается, будет два бойца Резвана драться. Расскажи по поводу анонсированного боя. Ты будешь драться с Тагиром Уланбековым, это чемпион GFC, экс-чемпион Fight Nights, и известный в России тоже боец. У вас, кстати, очень похожая история, что у тебя 10-1, у него 10-1, оба чемпиона из России. Да, я увидел новое, что его подписали, почему-то, я не знаю, но я чувствовал, что мы с ним будем драться. Ну вот, не знаю почему, но я чувствовал это. И потом мы общались, вообще-то, про август-сентябрь с Резваном, насчет дебюта. И он мне сказал, можно на июль. И я говорю, ну хорошо, тогда попробую на июль, потому что я же был после травмы, мне нужно было время, чтобы восстановиться. И потом мы ждали соперника, он сказал, что, к сожалению, Тагиру Уланбеков, типа, потому что вы два моих бойца, вот. Но при этом он сказал, что нас 17 человек в дивизионе, поэтому, ну, как бы, тут уже выбирать не из кого. То есть я вообще еще ни одного боя не провел, то есть мне все равно кого дадут, я с теми буду выступать, как бы. Все равно мы рано или поздно, кто-то с кем-то начнет пересекаться, там, да, из тех, кто еще низко в рейтинге, там. Конечно, если бы мне дали кого-то из высокого рейтинга, да, супер, это еще лучше. Ну, понятно, что пока мы еще до этого нужно дойти. А что по поводу актуальной формы? Вот ты после травмы и простой, очень большой, плюс еще карантин на все это наложился. Ну, да, травма, конечно, сказалась, потому что... У меня была пауза после операции, первой, после второй чуть-чуть было. Я же готовился на август того года на третью защиту пояса. Вот. И травмировался буквально я там за три недели где-то до боя. То есть это были одни из последних уже спаррингов там. И вот так случилось, травмировал плечо. После этого где-то я полгода вообще, ну, у меня такое состояние было. Я долго реабилитацию болезненно проходил. Ну, слава богу, я форму набрал. И тут еще очень важный фактор, что мы бьемся не пять раундов. То есть мне уже на самом деле чуть-чуть вот здесь уже на пять раундов готовиться. Это очень тяжелые подготовки у меня были постоянно. Это просто капец. И на три раунда это чуть-чуть уже другая работа. И она и повеселее. Ты в Ауруме готовишься или в каком-то другом клубе? И в Ауруме... Короче, тут однозначно не могу сказать, что я только в Ауруме. У нас тут несколько залов. Я сейчас просто взял за основного тренера. Это есть у нас тут Евгений Хавилов. Вот. Это сейчас мой основной тренер. Ну, и график как бы он ставит. У нас понедельник, серая пятница у нас работа в восьмиугольнике. Вторник, четверг у нас свободная работа. Это то, что он скажет, там мы нарабатываем. Где-то минусы какие-то. Плюс, ну, суббота банька. И вот так вот. Еще, когда у меня нормально сил после бани остается, то я в воскресенье там иду на мешке. Продышку такую делаю. Вот. Что по весу? Да, по весу все отлично. Это секрет? Ну, как бы, не то, что секрет, но не хотелось бы рассказывать. Но скажу, что вообще супер. В этот раз, я думаю, мне еще легче вес можно будет сделать. Когда ты успел сделать себе визу? Или, я так понимаю, что вам не нужна до визы, потому что вы на острове будете драться? Да, виза не нужна. Это очень большой плюс. И когда мне Резван сказал, можно раньше, но зато не надо делать визу. То есть я, конечно, сразу обрадовался. Я сказал, да, потому что непонятно, дадут мне визу, там, если турнир в Штатах. Не дадут, сколько это ждать. То есть мы бы там могли застрять, короче, с дебютом. М1 тебя легко отпустили? Или вообще они даже ничего не сказали про твой уход? Потому что у них там с турнирами вообще напряженка. И плюс ты еще и с Украины боец. То есть им особо, можно сказать, не так интересен, как бойцы с Россией. Был какой-то с ними разговор? Ну, у меня как бы не было, да. Резван занимался этим вопросом. Он созванивался, сказал, что все хорошо, типа, и вопросов не будет. И как бы он договорился. Он мне тогда пообещал, когда мы с ним согласились подписать контракт, он мне пообещал, где-то в март мы подпишемся в UFC. То есть, чтобы ты был готов, там, буквально, там, за 4, может, месяца до боя, там. Я сказал, да, хорошо. И в март вот именно четко подписались. А что по условиям? Это обычный типовой контракт UFC или какой-то интересный ты все-таки чемпион? Ну, скорее, стандартный какой-то, обычный. Ну, а в любом случае, я понимаю, что стандартный договор в UFC, он прям в разы выше гонорара, чем в М1. Да, гонорар выше, но, опять же, если это, например, бой в Штатах, да, то там, наверное, и налоги, как бы, побольше, там, и... Говорят, есть всякие разные схемы, но о них мы не будем в программе говорить. Да, мы не будем, правда, говорить. Расскажи немножко еще по поводу своего соперника. Начал ли ты уже смотреть бои Тагиру Ланбекова? Видишь ли какие-то ключи к победе над ним? Да, я пересмотрел, конечно, бои, там, ну, не смотрел, там, капец, давние, то есть, в основном, последние бои, посмотрел, что он делает, как выигрывает, что, так сказать, хавает. И, поэтому, мы сделали выводы, построили план, и будем его осуществлять. Ну, не скажу, что я очень сильно, там, буду подстраиваться под него, я просто буду делать свое. А это самый высокий, да, получается, жизнь твоих соперников? Так как мне ребята говорят, которые даже, вот, выступали против него, по-моему, то, да, сказали, что он имеет метр семьдесят пять, типа. Но у меня метр семьдесят два, то есть, в принципе, у нас не очень большая разница в росте будет. У тебя, когда Резван тебе говорил, что тебя подпишет, с самого начала был вес пятьдесят семь, или была возможность еще в шестьдесят один, просто я знаю, что в шестьдесят семь не особо любят UFC подписывать кого-то. Они часто именно ищут в шестьдесят один килограмм. Тебе сразу предложили налегчайший вес? Изначально, у меня до этого был менеджер Сергей Кучерук, вот, и я тоже узнавал насчет UFC через него. Нам предлагали, типа, шестьдесят один, но я понимаю, я для шестьдесят одного, как бы, я замал весом, и, то есть, рост у меня нормально, там, антропометрия, но я не есть, там, боец с большим весом, пятьдесят семь для меня, как раз. Поэтому мы отказались, и потом это все стояло, 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 я начал интересоваться, как мне лучше дальше развиваться для карьеры, и вот так получилось все. Есть еще один боец, который тоже сейчас хочет попасть в UFC, и он подписался с данной White Contender Series, в последний раз, когда мы с ним говорили, это твой бывший соперник Арман Ашимов. Был ли от него какой-то, может быть, реакция, когда он узнал, что тебя подписали в UFC, что у тебя будет бой, он, может быть, тебе писал что-то, и тому фанатам? Нет, нет, никто ничего не писал, ну, с Казахстана писали, там, Казахстан с тобой, там, ну, разные ребята, не знаю. Прикольно. А вот ты сказал, что предчувствовал, что будет бой с Тагиром, когда узнал о его подписании, а есть предчувствие, что будет реванш с Ашимовым? Да нет, как бы, ну, у меня, я даже насчет этого и не думаю, то есть, я думаю, как бы мне выиграть дебют, а дальше уже мы посмотрим. Сейчас мне об этом думать, как бы, нет смысла даже. Контракт на четыре боя? Да, на четыре боя. Если, ну, так как в вашем дивизионе, это самый мелкий дивизион в UFC, в плане количества бойцов, есть ли в контракте уже какие-то условия, что, например, там, после трех побед, переподписание, там, контракт, где прописаны, там, чемпионские условия, что-нибудь вроде этого? Нет, такого нет у меня, по-моему. Но, опять же, там контракт, там тоже не один листочек, это все надо, короче, по-любому вопросу, надо просто брать контракт и перечитывать. Я так наизусть все не помню. По поводу травмы и того, что ты ее залечивал достаточно долго, это не первая твоя травма. У тебя, ну, нельзя сказать, что ты возрастной боец, но все равно у тебя уже возраст хороший для бойца. У тебя не было мысли, ну, до того, как ты узнал, что будет контракт UFC уже забить на ММА, может быть заняться чем-то другим, что-нибудь такое? Нет, ну, мысли такой не было. Было такое чуть-чуть разочарование, блин, потому что я очень хорошо подготовился к тому бою. Келадес у меня должен быть соперником. Но я уверен, я бы просто 99,9 я бы бой забрал, и все было бы отлично. То есть мы просто тут и ремонт должны были делать в квартире, уже и планы там, то-сё, и тут, блин, травмировался. Я еще, как только травмировался, я звоню жене, говорю, так, я тут плечо вывихнул, типа, сейчас быстренько вправлю, я думаю, до боя как раз восстанавливаюсь. Приехал домой, плечо висит, жена в шоке. Через день МРТ сделали, потому что была очередь, и тут мне говорят, короче, это уже полгода как минимум. Я такой думаю, ого, класс. Не, ну, мыслей не было, типа, заканчивать карьеру. Но это была серьезная перезагрузка, когда вот я подписал контракт UFC, знаешь, как крылья расправил чуть-чуть. Ну, ты сейчас чувствуешь, что есть, да, вот эта доп. мотивация, и есть куда расти в плане, там, техническом, физическом? Да, конечно, то есть, я сейчас добавляю, особенно в борьбе, у меня сейчас тренер борет, поэтому мы сейчас над этим работаем и улучшаемся. Что касаемо вообще ростера 57 килограммов на легчайшего веса, есть какие-то прям интересные имена, которых ты, ну, вот, когда ты выступал в М1, например, или в других промоушенах, ты мечтал, что вот однажды я поделюсь там с этим парнем, есть такое что-нибудь? Нет, такого у меня никогда не было, в принципе. Я не смотрю там, с кем бы мне подраться, мне важно, как высоко я там поднимусь в рейтинге, приближусь ли я к бою за пояс чемпиона UFC. А сейчас реально в Киеве полный проходить цикл подготовки, не говоря о том, что сейчас карантин, да, ну, и никуда не выехать на какие-то сборы, вот, если бы не было бы карантина, у тебя была бы возможность куда-нибудь поехать, ты бы куда-нибудь поехал, или бы все-таки бы в Киеве полноценно проходил лагерь? Нет, я бы не ехал никуда, я бы здесь готовился. У меня здесь хватает и спарринг-партнеров, и хороших, вот, и есть где спарринговать, то есть, зачем мне что-то менять, куда-то ехать, непонятно, будут ли там спарринг-партнеры, можно ли будет с ними договориться, чтобы они там поработали где-то под меня, где-то, ну, то есть, это очень... Мне кажется, зачем что-то менять, когда есть результат подготовки, то есть, я все время готовлюсь, есть результат, зачем мне что-то менять вообще, ну, не вижу смысла. Кто поедет тебя секундировать на острове? Вот мой тренер Евгений Хавилов. Можно одного человека сейчас выбрать, или двоих? Ну, оплачиваю только одному, поэтому мы берем только одного. Вообще, сейчас в этом дивизионе есть еще представители нашей страны, ты вообще больше бы хотел, чтобы с иностранцами были бои, или тебе вообще это не принципиально? Мне, в принципе, наверное, не принципиально, но, конечно, хотелось бы, хотелось бы попробовать с какими-то именитыми, кто высоко в рейдинге стоит, как бы, а кто это будет, там, и с какой стороны, какой национальности, в принципе, неважно. Важно, какой боец, какой стиль. Ты такой суперспокойный парень, и, смотря твои социальные сети, ты выкладываешь, в основном, только тренировки, какие-то фотки с женой. Если тебе, например, из Иван посоветуют, или, может быть, в UFC какие-то пиарщики скажут, что, типа, Александр, давай разожги какой-нибудь интерес к бою, сделай какой-то там интересный вызов, заявление, ты готов к такой игре вообще? Не знаю, не знаю. Не могу сказать, готов ли я к такому. Я, наверное, вот, как ты говоришь, больше спокойный такой человек. Но это просто выглядело бы, например, я бы мог это сделать. Но это, не знаю, если ты, там, внутри, там, на кого-то не злой, там, да, это просто будет как-то наиграно выглядеть. Ну, наверное, нет, скорее всего. А можно тебя вообще разозлить как-то, или? Да, вообще можно, наверное. Лучше не надо. Ну, типа, вторым номером ты готов играть, если что будет, да? Да. Расскажи, когда ты планируешь отчалить уже на остров, какие даты, за сколько дней до турнира? Пока, мне не понятно, с билетами, то есть, мне должны высылать дату вылета. Предположительно, мы 11-го туда прилетим. Вот. А там ждем, когда нам скажут, откуда вылет. Потому что я даже не знаю, какие аэропорты сейчас работают. Или работает вообще наш аэропорт, Бориспольский. Давай напоследок, у нас тоже появилась новая рубрика, кроме того, что мы спрашиваем про карантин в разных странах. Расскажи, может быть, какой-то топ того, что ты успел посмотреть за время карантина, или, может быть, даже почитать какую-нибудь топ-3 книги, топ-3 фильма, может быть, сериальчики. Сериальчики? Ну, недавно я прочитал «Алхимик», небольшая книжечка. Ну, больше я, в принципе, так книг особо не читал. Там учебники по-английскому я пробовал чуть-чуть английский учить, но самостоятельно это очень тяжело, потому что не хватает мне применения. То есть, мне нужно общаться с кем-то постоянно, чтобы английский выучить. Так, фильмы, сериалы. Боже, кстати, сериал вот недавно мы пересмотрели с женой, называется, ну, это она инициатор, Пирогова. Я эту по-не слышал. Да, по-моему. Ну, короче, посмотришь. Из кино, может быть, что-то? Кино. Ой, там мы кучу, короче, пересматривали тех фильмов, которые мы уже когда-то смотрели. Вот это у нас часто по кругу идет. «Гарри Поттер» там, и пошло-поехало. Вот вчера мы пересмотрели несколько частей «Обитель зла». Я вспомнил еще один вопрос, тебе его задать. Ты уже думал над треком, под который будешь выходить на бой? Не думал. Я просто не знаю. Я выходил под трек «Гни свою линию», да, «Линия жизни», «Сплин». Так как сейчас UFC, наверное, смотрит очень много англоязычных людей. И я думаю, поменять ли мне музыку на выход или нет. Я еще как бы в раздумьях. Пусть тогда наши зрители, может быть, покидают в комментарии к этому ролику какие-то варианты. Да, и Александр посмотрит обязательно. Кто-то хороший выберет. Александр, спасибо тебе большое за интервью наших подписчиков. Я им настоятельно рекомендую подписаться на твой Инстаграм, он появится внизу экрана. Также подписаться на Инстаграм, если к ММА мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо. Да, спасибо большое. Все, всем пока. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.